Новогодняя сказка под серебряным дождем. Сотрудники одной из самых популярных радиостанций города устроили веселый праздник для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение». Помимо заряда позитивных эмоций, каждый ребенок получил новогодние подарки, которые помогли собрать слушателей и партнеры серебряного дождя. Все подробности далее. Еще вчера они видели этого персонажа по телевизору. Сегодня свинка Пепа лично пришла к ним в гости. С собой мешок подарков и веселые конкурсы для малышей и тех, кто постарше. Несмотря на разницу в возрасте, сюрпризы пришлись по душе всем. По началу, конечно, малыши реагировали лучше и были открыты ко всем активностям, которые я им предлагала. Но далее уже и взрослые подключились, потому что, мне кажется, мы во всех возрастах верим в чудо и верим в сказку. Эту волшебную сказку в преддверии Нового года для воспитанников социально-реабилитационного центра «Возвращение» устроили сотрудники радиостанции «Серебряный дождь Саратов». По словам организаторов, такие встречи редакция проводит уже не первый год. Традиционно в декабре коллектив радиостанции вместе с единомышленниками и радиослушателями посещают дома-интернаты Саратовой области. И каждый раз праздничные мероприятия собирают аншлаги. Таким образом, мы пытаемся создать новогоднее настроение и помочь ребятам, которые не могут встретить этот праздник в кругу близких, быть в центре внимания и понять, что их любят, что они нужны, они интересны. Атмосферу праздника создали не только персонажи мультфильмов, но и самые долгожданные сказочные герои – новогодний седой волшебник со своей внучкой. Дед Мороз! По традиции, Дед Мороз пришел не с пустыми руками. В большом красном мешке он принес с собой подарки, которые помогли собрать неравнодушные слушатели и партнеры радиостанции «Серебряный дождь Саратов». Анна Ковалева, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Анна Ковалева, Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов, 24. Анна Ковалева, Станислав Жижин. Продолжение следует...